Добрый день! Сегодня мы с вами начнем такую тему, как программирование на Python. Итак, что же такое программирование? Программирование развивает креативность, логическое мышление, а также навыки поиска и устранения ошибок. Программист может создавать что-то из ничего, пользуясь логикой для составления понятных компьютеру программных конструкций. А если что-то пойдет не так, он отыщет ошибку и исправит проблему. Писать программы – это занятие увлекательное и временами непростое, однако полученный опыт пригодится и в школе, и дома, даже если ваша профессия не будет связана с компьютерами. Ну и по меньшей мере программирование – это отличный способ скоротать время, когда за окном непогода. Мы с вами будем изучать Python. Почему? Потому что он простой в изучении язык программирования. Он особенно хорош для начинающих. В отличие от многих других языков, Python-код легко читается, а интерактивная оболочка позволяет вводить программы и сразу же получать результат. Помимо простой структуры языка и интерактивной оболочки, в Python есть инструменты, заметно ускоряющие обучение и позволяющие создавать несложные анимации для своих видеоигр. Итак, компьютерная программа – это набор инструкций, следуя которым компьютер выполняет различные действия. Программу не найти среди деталей компьютера, проводов, микросхем, карт памяти, жестких дисков и тому подобного. Ее невозможно увидеть, однако выполняется она с помощью аппаратуры. Компьютерная программа или просто программа состоит из последовательности команд, указывающих оборудованию, что и как делать. Совокупность работающих на компьютере программ называют программным обеспечением. Практически любое из электронных устройств, которым мы пользуемся, не будет работать или станет гораздо менее полезным, если лишить его программного обеспечения. Как и люди, компьютеры говорят на разных языках, только языки эти компьютерные. Компьютерный язык служит для того, чтобы переговариваться с компьютером, используя команды, понятные и компьютеру, и человеку. Некоторые языки программирования названы в честь людей, например, Ада и Паскаль. Другие названия являются простыми акронимами, то есть аппревиатурой. И уж совсем немногие языки названы в честь телевизионных шоу как Пайтон. Да, язык программирования получил свое имя благодаря телешоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Это британское комедийное телешоу, которое вышло на экране в 1970 году. Установить Пайтон на компьютер совсем несложно. Сейчас мы шаг за шагом разберем, как устанавливать его. Чтобы установить Пайтон в системе Windows, откройте веб-браузер и введите адрес данной на экране python.org и скачайте последнюю версию программы установщика Пайтон для Windows. Для этого зайдите в меню Downloads и выберите Windows. Неважно, какую конкретную версию Пайтон вы скачаете. После того, как установщик скачается, дважды кликните мышкой по его значку и установите Пайтон, следуя инструкциям программы. Сначала выберите «Установить для всех пользователей» и нажмите «Next» или «Далее». Не меняйте указанный адрес установки, но запомните его. Далее ничего не меняйте в разделе установщика «Customize Python», просто нажмите «Next» или «Далее». Теперь добавим ярлык Python на рабочий стол. Сначала вам нужно кликнуть по рабочему столу правой кнопкой мыши и выбрать из появившегося меню «Создать ярлык». Ввести в поле с пометкой «Укажите расположение объекта» следующую строку. Каталог в начале этой строки должен соответствовать каталогу установки, который вы должны были запомнить. У вас данная строка может немного отличаться от той, которая есть на видео. Итак, ваше домашнее задание. В тетради вам нужно дать определение, что такое компьютерная графика, что такое программное обеспечение, что такое язык программирования. Далее вы должны установить на компьютере программу Python, пользуясь руководством, и создать ярлык Python на рабочем столе. Сделать фото рабочего стола с ярлыком Python на нем.